Я еще умудрился застать то славное время, когда авторы на Яндекс.Дзен мечтали набрать 7 тысяч минут за неделю. Это было нужно для того, чтобы подключить монетизацию. Потом система подключения к монетизации слегка изменилась и стало нужно набрать 10 тысяч минут просмотров, опять же, за неделю. Но в корне ничего не поменялось. После того, как авторы получали монетизацию, они мечтали для нормального заработка набрать миллионы просмотров. Входили разные слухи, что за тысячу просмотров платят 20 рублей, 30 рублей, 40 рублей. Некоторые счастливчики хвастались, что им за тысячу просмотров платят целых 80 рублей и больше. И каждый друг с другом спорил и доказывал, что его истина, она истиннее, чем истины всех остальных. Простите за каламбур. Но одно оставалось неизменным. Чтобы нормально зарабатывать, нужно было набирать десятки тысяч дочитываний, а то и сотни тысяч дочитываний, иногда миллионы дочитываний. Многим такие цифры казались вообще нереальными, и они задавались вопросом, сколько же заплатят тем, кто эти самые миллионы просмотров набрал. Так вот, как человек, который набирает миллионы просмотров, я вам сейчас все покажу и расскажу. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. На данный момент, конечно, хвастаются больше не миллионами дочитываний, а миллионами просмотров, потому что люди набирают на видео эти самые миллионы просмотров. Некоторые считают, что на статьях миллионы дочитываний вообще нереально набрать. Это на самом деле не так, я вам продемонстрирую, что и на статьях вполне себе можно набрать миллионы дочитываний. Видео мы вообще сегодня разбирать и трогать не будем. При этом я покажу, сколько всего за эти миллионы дочитываний платят, причем на разных немного статьях. Собственно, давайте перейдем в личный кабинет и все посмотрим. Итак, давайте посмотрим. У нас 10 января была опубликована статья, которая набрала 1.502.000 дочитывания. Вот, просмотры дочитывания, 1.502.000. Показов у нас 6.565.000, из них комментариев 315.000, 41.000 лайков. Собственно, самый главный вопрос. Сколько получилось заработать на этой статье? Давайте перейдем в статистику. Вот у нас показаны характеристики этой статьи. У нас везде здесь положительные реакции. У нас среднее время дочитываний 3 минуты 40 секунд, 84% карта дочитываний, CTR 18%. Здесь нужно просто сейчас перейти во вкладку доход. Нажимаем доход. Период стоит 90 дней. Опускаемся. Смотрим. У нас получилось 40.586 рублей. Правда, статистика до конца у нас еще здесь не обновилась. Общий доход начислен на основании показателей просмотра дочитывания 989.000. То есть, по сути, ну будет где-нибудь 41.000. Получается, что за миллион просмотров у нас заплатили 41.000. Это примерно по 41 рублю за тысячу дочитываний. Но все не так просто. У нас есть еще одна статья, которая практически набрала миллион дочитываний. Вот она опубликована 13 января. Набрала она 824.285 дочитываний. У нее практически 7 миллионов показов. Давайте посмотрим, сколько за нее начислили. Переходим в статистику. Вот она следом идет, потому что у нас здесь сортировка идет по общему доходу. И здесь указано, что за нее 17.000. Получается, где-то у нее в случае с миллионом дочитываний будет где-то 20.000 рублей. Получается, за тысячу дочитываний нам здесь заплатили 20 рублей. Получается, разница в доходе между вот этими двумя статьями где-то в два раза. В одном случае 40.000. В другом случае где-то 20.000 рублей будет. И тут многие, наверное, задумаются. Статьи-то все-таки разные, у них разный объем. Может быть, вот эта вот статья длиннее, или в ней больше рекламы было. Или, может, тут реклама дороже. Я склоняюсь к версии, что реклама дороже. Потому что вот эта статья, которая 40.000, она в принципе-то короче. У нее, если по количеству символов считать, 4000 символов она написана. Если с пробелами, там 4700 где-то. И в статье 4 картинки вставлено. Вот эта статья намного больше. Она написана на 6000 символов без пробелов, с пробелами где-то на 7000 символов. И при этом у нее 5 картинок. Единственное, что еще могу добавить вот по этой статье, которая меньше получила денег, это то, что на начальном этапе ее заблокировали. То есть, когда я ее выпустил, ее заблокировали то ли за использование нецензурной лексики, то ли за какой-то шокирующий контент. Естественно, ни того, ни другого там не было. Разблокировали в тот же день, но, видимо, поставили рекламу дешевле. Может быть, это, конечно, связано с тематикой самой статьи. Или, может быть, кто-то кликал больше по рекламе. Непонятно. Ну, то есть, нет такой развернутой статистики на Яндекс.Зен. Кстати, если посмотреть вознаграждение за подписчиков по этим статьям, то оно просто мизерное. То есть, 380 рублей, здесь 93 рубля. Это несмотря на то, что статьи миллионники. Мне гораздо больше коротенькие посты приносят, которые крутятся там 18-20 тысяч у них дочитываний. Вернее, в случае с постами это просмотры. Ну так вот, поскольку это канал, где миллионы дочитываний, можно посмотреть, сколько в среднем выходит. Давайте перейдем на основную страницу канала. У нас здесь практически 50 тысяч подписчиков. У нас по просмотрам и дочитываниям за 30 дней с 5 января по 3 февраля получается 3 миллиона 113 тысяч дочитываний. То есть, это канал, где 3 миллиона дочитываний в месяц. И, собственно, мы можем просто посмотреть доход, который выходит в месяц этого канала. Давайте опять вернемся в статистику. У нас здесь стоит доход. Мы просто переключимся с 90 дней на 30 дней. Ну и вот, получается, за месяц 92 346 рублей 14 копеек. Из них вознаграждение за подписчиков это 4782 рубля. В среднем, получается, за миллион дочитываний около 30 тысяч рублей. Ну и также получается, что за тысячу дочитываний около 30 рублей. Можно, кстати, щелкнуть и посмотреть, за какие статьи больше всего заплатили за подписчиков. Переключаемся, получается, 585 рублей. Это заплатили за короткое видео. На втором месте тоже короткое видео, что, в принципе, довольно интересно. Ну, надеюсь, меня еще возьмут в программу поддержки авторов коротких видео и будут получше платить за это дело. Вот, ну, в общем-то, статистику я вам показал. Вот основная страница канала. Аудитория канала практически 2 миллиона. Это при том, что канал в основном держится на статьях, а не на видео, потому что многие сейчас говорят, что зарабатывать можно только на видео в Яндекс.Дзен. Ну, это не так, потому что видео у меня выходят очень редко. Единственное, я пока не понимаю, что делать с бонусами, которых практически полмиллиона. А тратить их особо-то некуда, потому что, ну, крутят их вообще не в попад. Ну вот, наверное, после просмотра данной статистики люди разделятся, вернее, авторы на две категории. Одни опустят руки и скажут, блин, я так никогда не смогу. Другие скажут, ха, просто. Напишу-ка пару статей, и у меня сразу попрет доход. Наверное, ни те, ни те не правы. Во-первых, как я заметил на Яндекс.Дзен, да и вообще на всех площадках, все бывает периодами. Один период тебе вообще ничего не приходит, другой период ты нормально зарабатываешь. Это вот как я рассказывал в одном из своих видео, как за один день получилось заработать 11 тысяч рублей. Там я рассказывал о секрете такого заработка, вернее, о том, что такого секрета вообще не существует. Если не смотрели, посмотрите в подсказках, прикреплю. Вот. На самом деле, истина, она где-то посередине. Ну, то есть, первое время на Яндекс.Дзен, понятное дело, зарабатывать большие деньги не получится. Второе время тоже, как говорили в свое время на Яндекс.Дзен, нужно где-то от полугода. Другое дело, что не все согласятся каждый день писать статьи бесплатно в такой длинный период времени. Для этого должен быть какой-то энтузиазм, для этого должно быть желание писать и готовность писать, даже если монетизацию не подключат. Потому что на Яндекс.Дзен, даже после того, как ты набираешь теперь 10 тысяч минут, не факт, что тебе включат монетизацию. Ты можешь так и остаться со своим каналом, где будет висеть. Ваша заявка находится на рассмотрении. А у одного моего товарища так и висит до сих пор статус, хотя там прошло уже, по-моему, больше года. Но это, если я не ошибаюсь, потому что он больше на канал не заходит. Может быть, ему уже и прислали ответ, что его канал не соответствует требованиям программы Дзена. Мне, кстати, прислали такой ответ, где написали, что я не подхожу для программы поддержки авторов постов. Обычно они не отправляют такой ответ, но, видимо, я их просто заколебал. Потому что я писал пару постов, проходила неделя, я отправлял заявку. Писал еще несколько постов, проходила неделя, отправлял заявку. Последний раз я вообще на автомате отправил заявку, хотя у меня на почте уже лежало уведомление о том, что я не прохожу. Ну ладно, пусть еще раз прочитают и опять решат, что я не подхожу. Осталась только программа поддержки коротких видео. Может, меня оттуда возьмут. Но на постах можно, в принципе, зарабатывать на подписчиках. Раньше мне просто платили рублей 400-500 за один пост. Но это как раз за подписчиков. Теперь платят на рублей 200. Может быть, посты не зашли. Может быть, подписчиков меньше было. Не знаю. В целом, зарабатывать на Яндекс Дзен можно. Другое дело, что первое время, а особенно первое время, не стоит рассчитывать, что это станет основным вашим источником заработка. И даже со временем, когда это все-таки станет вашим основным источником заработка, и если станет, то стоит все-таки поискать еще и альтернативные способы заработка, которые будут на всякий случай, если все ваши каналы забанят. И помимо этого создать какую-то подушку безопасности. Если вас вдруг из Дзена уволят, если с других площадок уволят, чтобы у вас было какое-то время, чтобы восстановиться, чтобы, может быть, найти какую-то работу, А не так, что сидеть там без денег и грустный К этому я всему пришел на собственном опыте Ну а так, самое главное, я считаю, что нужно писать каждый день Выкладывать статьи каждый день Экспериментировать с разными форматами Писать на ту тему, которая тебе интересна Писать статьи, которые тебе интересны И самое главное, когда написал статью, писать ее не ради заработка А думать, а стал бы я сам, вот самый главный момент Задать себе вопрос, а стал бы я сам читать такую статью То есть встретил ее случайно в ленте То есть не я автор, представить, что не я автор И задать этот вопрос Если нет, не стал бы, то зачем ты ее вообще писал, скажем так Вот, на мой взгляд, это самое главное Ну, а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится На инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok